Глубоко уважаемые коллеги, здравствуйте! Мы продолжаем рассуждать новости и отказательной кардиологии. Сегодня мы обсудим результаты анализа семи радомизированных клинических исследований, которые были посвящены ответу на очень важный и интересный вопрос, в какой степени вариабельность артериального давления у больных с коронарной болезнью сердца влияет на прогрессирование атеросклероза, то есть на увеличение процентного объема атеросклеротической бляшки. Это обобщенный анализ семи рандомизированных клинических исследований, в ходе которых у больных СБС оценивали процентный объем атеросклеротической бляшки, его изменения и, естественно, что имелись данные об уровне артериального давления у этих больных в ходе наблюдения, и поэтому можно было оценить связь между прогрессированием атеросклероза и вариабельностью артериального давления, которое отмечалось у больных в ходе выполнения исследования. Как измеряется процентный объем атеросклеротической бляшки? В основе этого измерения лежит измерение двух площадей. Первая – это площадь, площадь, которая обозначена желтым кругом, – это площадь, которая ограничена наружной эластической мембраной коронарной артерии, и помимо этого измеряют площадь просвета коронарной артерии. И это лежит в основе для определения объема атеросклеротической бляшки. Во всех исследованиях применялся именно такой метод для оценки процентного объема атеросклеротической бляшки. На этом слайде вы видите основные характеристики участников этого исследования. Преобладали мужчины с избыточной массой тела, которые в большинстве случаев принимали терапию, которая способствует положительному влиянию на течение коронарной болезни сердца. В том числе большая часть больных получала статины. Вот результаты этого исследования. Оказалось, что изменение процентного объема атеросклеротической бляшки зависит в первую очередь от одной характеристики вариабельности артериального давления, от вариабельности систолического артериального давления. В ходе выполнения анализа не было отмечено статистической значимой связи между увеличением процентного объема атеросклеротической бляшки и вариабельностью диастолического давления, и вариабельностью пульсового артериального давления. Кроме того, в ходе выполнения этого исследования отмечали связь между вариабельностью артериального давления и риском развития неблагоприятных исходов. На этом слайде вы видите риск развития неблагоприятных клинических исходов. У больных вариабельность артериального давления, которых относилось к четвертому квартелю, то есть была очень большая вариабельность, или эти больные имели более низкую вариабельность артериального давления. То есть больные, у которых была высокая вариабельность артериального давления, имели более высокий риск развития осложнений сердечно-сосудистых заболеваний. В ходе выполнения анализа использовалось две модели. Одна модель включала разные факторы, разные характеристики больных, включала пол, возраст, другие показатели, но не включала максимальный уровень артериального давления, то есть не включала пиковые повышения артериального давления. А в ходе выполнения анализа с использованием второй модели учитывали это максимальное повышение артериального давления. Так вот, оказалось, что в ходе выполнения анализа для оценки связи между вариабельностью артериального давления и увеличением процентного объема атеросклеротической бляшки, в модели, в которой учитывались пиковые подъемы артериального давления, все-таки статистическая значимая связь между вариабельностью артериального давления и прогрессированием объема атеросклеротической бляшки утрачивалась. Так что авторы не исключают, что, возможно, связь между вариабельностью артериального давления и прогрессированием атеросклероза во многом зависит от этих пиковых уровней артериального давления. Однако это их предположение, так что в окончательном выводе анализа авторы отметили о наличии статистической значимой связи между более выраженной вариабельностью систолического артериального давления и прогрессированием процентного объема атеросклеротической бляшки, то есть прогрессированием атеросклероза коронарной артерии, а также связи с неблагоприятными клиническими исходами. Авторы считают, что такие данные позволяют предположить, что при лечении больного с артериальной гипертонией и ишемической болезнью сердца очень важно не только достигать более низких целевых уровней давления, но очень важно добиваться стабильного артериального давления без выраженных колебаний, без выраженной вариабельности. Важность этого анализа заключается в том, что она в значительной степени раскрывает механизм связи между вариабельностью артериального давления и риском развития неблагоприятных исходов. Такая связь была отмечена в ходе выполнения разных исследований, в частности исследований АСКОД, где были получены данные о том, что применение амлодипина оказывает большее влияние на вариабельность, то есть уменьшает вариабельность артериального давления по сравнению с применением от аналола. И как раз в этом исследовании применение амлодипина сопровождалось улучшением клинических исходов, снижением смертности. Теперь мы знаем, что возможно, по крайней мере отчасти, это связано с тем, что вариабельность артериального давления может, по-видимому, быть связана с прогрессированием коронарного атеросклероза. Сегодня мы будем обсуждать исследование, в котором не удалось получить положительных результатов. Мы будем обсуждать данные, которые были получены в ходе вторичного анализа исследования, в котором не было получено положительных результатов. Это исследование Navigate Asus. Гипотеза, которая проверялась в этом исследовании, состояла в том, что у больных с криптогенным инсультом, то есть это инсульт эмболической природы с неустановленным источником, то есть тогда, когда у больного не было фибрилляции предсердия или не было явно выявленного стеноза в сонной артерии, каких-то других мозговых артериях, и этот инсульт называется либо криптогенным, либо инсульт эмболической природы с неустановленным источником. В ходе выполнения этого исследования хотели проверить гипотезу, что применение нового перорального антикоагулянта, ингибитора десятого фактора ревороксабана, будет более эффективно для профилактики повторного инсульта по сравнению с применением аспирина. Исследование Navigate Essos. В это исследование включали больных, которые переносили ишемический инсульт, который был подтвержден с помощью методов визуализации, и включали больных, у которых инсульт произошел в период между седьмым днем и шестью месяцем до первого обследования. Для включения в исследование инсульт не должен был быть лакунарным, не должен был связан с атеросклерозом, не должно было быть факторов риска эмболии и исполации сердца, в первую очередь, естественно, фибрилляции предсердий. Возраст 49 лет и старше. Если возраст был от 50 до 59 лет, то нужны были еще дополнительные факторы риска развития инсульта, такие как артериальная гипертония, сахарный диабет, курение, сердечная недостаточность. И после развития инсульта обязательно должно было быть мониторирование ЭКГ в целом в течение 20 часов и более, с целью исключения фибрилляции предсердий, пароксизма продолжительностью хотя бы 6 минут. На этом слайде вы видите схему этого исследования. Исследования больные распределялись рандомизированно в группу приема ревороксабана в дозе 15 мг в сочетании с плацебо к аспирину, либо группу аспирина 100 мг в сочетании с плацебо к ревороксабану. В ходе выполнения этого исследования оценивали основной комбинированный показатель частоты развития инсульта, геморрагического инсульта, ишемического инсульта или инсульта любого типа, или эмболии в сосуды большого круга кровообращения. Ну и естественно, что основной показатель безопасности – это частота развития тяжелого кровотечения, любой локализации по критериям Международного общества специалистов по тромбозу и гемостазу. Результаты этого исследования представлены на этом графике. Мы видим, что кривые Каплана-Мейера не расходились, и это означает, что добавление ревороксабана к терапии таким больным по сравнению с аспирином не имело никаких преимуществ. Более того, применение антикоагулянтов в такой ситуации сопровождалось увеличением почти в три раза риска развития тяжелого кровотечения. Отрицательные результаты исследований. И вывод – прием ревороксабана был не более эффективен, чем аспирина для профилактики развития повторного инсульта у больных с ишемическим инсультом с неустановленным источником, но сопровождался более высоким риском развития кровотечения. А теперь давайте приступим к обсуждению вторичного анализа. И прежде чем приступить к этому обсуждению, мне хотелось бы обратить ваше внимание на результаты исследований, в которые были включены 263 больных с криптогенным инсультом, у которых выполняли через пищеводную эхокардиографию для установления возможного источника имболий, который был не установлен в ходе обычного обследования. И вот оказалось, что у больных с криптогенным инсультом очень редко выявляются причины, при которых антикоагулянты могут быть полезны. Тромб в ушко левого предсердия 0,4%, аневризмы межпредсердной перегородки в сочетании с открытым овальным окном 4,2% и 2,7% – это открытое овальное окно. То есть на самом деле оказалось, что только у 7,3% больных применение антикоагулянтов могло теоретически повлиять на риск развития повторного инсульта. Ну и в связи с этим представляет интерес результаты вторичного анализа исследования Navigate Essos, в котором хотели проверить гипотезу о том, что в подгруппе больных с большими размерами, с увеличенными размерами левого предсердия или у больных с частыми суправентрикулярными экстрасистами, которые считаются предвестником фибрилляции предсердий, применение ревроксабана будет полезнее, чем применение аспирина. И в данном случае медиана оценкой по шкале ЧАЦ-ВАСК у этих больных была 4 балла, медиана числа суправентрикулярных экстрасистол в день – 48, и средний размер левого предсердия в среднем участников исследования Navigate был 3,8 см. Вот такие характеристики участников исследования. И на этом слайде вы видите главные результаты вторичного анализа. В ходе выполнения анализа было установлено, что у 9% больных размер левого предсердия превышает 4,6 см. Дальше давайте посмотрим, как различались эти группы по эффективности применения ревроксабанов. В подгруппе больных с размером левого предсердия больше 4,6 см отмечалось статистически значимое снижение на 74% риска развития повторного инсульта за счет добавления ревроксабана к терапии 15 мг по сравнению с добавлением аспирина. Если мы посмотрим на подгруппу больных с левым предсердием менее 4,6 см, то мы видим, что здесь кривые Каплана Мейера не расходились точно так же, как и для всех участников в целом исследования Navigate ESUS. В ходе выполнения анализа не было установлено связи между числом суправентрикулярных экстрасистол и эффективностью ревроксабана по сравнению с аспирином. Поэтому можно предполагать, что дисфункция левого предсердия у больных с криптогенным инсультом может быть фактором, на который когда-то будут ориентироваться при выборе антитромботической терапии у таких больных. Мы видим, что здесь отмечалось статистически значимое взаимодействие эффекта ревроксабана по сравнению с аспирином, взаимодействие с размером левого предсердия. Главный вывод исследования – прием ревроксабана сопровождался снижением риска повторного инсульта у больных, переневших инсульт эмболической природы, неустановленным источником и умеренным или выраженным увеличением левого предсердия. Для внедрения или до внедрения в клиническую практику требуется независимое подтверждение полученных результатов. В настоящее время проводится рандомизированное клиническое исследование, включающее больных с криптогенным инсультом, у которых имеются признаки дисфункции левого предсердия. В ходе выполнения этого исследования сравнивается эффективность применения апексабана по сравнению с аспирином уже в подгруппе больных с криптогенным инсультом, у которых во всех случаях имеется дисфункция левого предсердия. Так что данный вторичный анализ – это повод внимательно наблюдать за результатами рандомизированных исследований и не пропустить результаты исследования, в котором оценивается эффективность применения нового перорального антикоагулянта для профилактики инсульта. Спасибо за внимание!